Приветствую вас! Смотрю, вам уже много достаточно людей ответило на ваш вопрос. Я бы тоже хотел бы как бы внести свой вклад в ответ на вашу проблему, в попытке прояснить вашу проблему. И поскольку все мои коллеги почти единогласно сошлись во мнении, что вам не стоит, значит, вот, как вы пишете, рожать ребенка от парня, который принимает руку, вот, ну или там разные вариации, да, направленные на то, что самим парнем жить не стоит. Я хотел бы, на самом деле, немножечко сместить акцент в сторону того, почему, собственно, парень ваш поднимает на вас руку. Кто заставляет его это делать? Ну, почему он, почему он начал поднимать на вас руку? Может быть, у него какая-то проблема есть, может быть, у него страхи какие-то, может быть, он кризис переживает. Как парень сам относится к тому, что поднимает на вас руку? Как он воспринимает это? Считает ли он это тем, кто плохим или наоборот считает это нормальным? Как он сам видит эту ситуацию? Почему он на вас поднял руку? Вследствие чего стало подобное поведение? Раскаивается ли он в том, что сделал или нет? Вот вы говорите, поднимает руку? То есть, это происходит регулярно? Или это произошло один раз? Понимаете, вот это вообще только нужно рассмотреться. Это первое. И второе. Ребенка, конечно, можно оставить в том случае, если вы можете реально его содержать. Ребенка, я имею в виду. Если вы можете реально с ним, ну, если вы можете дать ему то, что ему нужно. Если у вас есть жилье, если у вас есть средства, если у вас есть те, кто вам может помочь. Вот это все да. А если нету подобных вещей, если нету подобных элементов, если вы чувствуете, что, если вы знаете, что помочь вам некому, и сами вы не справитесь, то зачем тогда оставлять ребенка? Ну, может быть, есть шанс, что вы встретите другого мужчину, пока вы беременны. Но этот шанс, к сожалению, он не такой большой. Вот. Вам для этого нужно быть уверенной в себе, вам для этого нужно быть как бы готовой строить новые отношения. А у меня в этом не есть сильные сомнения для того, что вы позволили мужчине поднять на себя руку и теперь спрашивать, стоит ли от него раздать ребенка. То есть вы сами не знаете, как поступить вам в этой ситуации. и если так, то об уверенности в себе говорить не приходится. К сожалению. А если мы не можем говорить об уверенности в себе, то мы не говорим о работе с собой. Работа с собой займет время, которого у вас нет, как я понимаю, ну, для возможного опорта. Так что об этом тоже подумать стоит очень крепко. Можете дать ребенку то, что ему нужно? Можете дать ему достойное детство, когда он родится? Дома оставляйте. Ребенок – это здорово. И не важно от кого. Если нет, то лучше сделать аборт. Дабы не мучить себя, не мучить ребенка, не вносить ему травму и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а что касается отца, вы, пожалуйста, еще подумайте, чем продиктовано его такое поведение. Может быть, имеет смысл разобраться со всем этим? Может быть, имеет смысл подумать как следует над тем, что же вот такие заставило мужчину так поступить? Как он к этому относится? К тому, что сделал? И, может быть, там у вас проблема какая-то есть, которую можно и решить попытаться при желании с вашей стороны, с его стороны. Для этого, думаю, время найдется. Только делать нужно всего аккуратительно и не тянуть время. Потому что, ну, для вас все-таки это время сейчас особенно дорого. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.